Начало 12-го в Кирове, сегодня четверг, какой-то марта, 26-е марта, это для тех, кто уже ушел на карантин, в студии Соня Демина, Дарита Пузлеева. Мы сегодня работаем один час всего с Соней, потому что с полудня наш коллега Михаил Лицарев и его гость врач Роман Лагоша расскажут нам об истории мировых эпидемий, пандемии от средних веков и до наших дней. Очень познавательная программа и в свете разворачивающихся событий, наверное. Нужно знать, что было до этого всего, сколько раз это повторялось в мире и чем все заканчивалось. А мы в первом часе призываем слушателей звонить вас, нам 211-101, рассказать, как ваша жизнь меняется в условиях надвигающихся карантинов, надвигающихся каникул. Владимир Путин накануне. Особенно как она изменилась со вчерашнего дня, потому что это вчера стало известно, что вся следующая работа, неделя у нас нерабочая. А значит, что такое нерабочая? Давайте выясним этот момент, потому что президент, конечно, это все дело сказал, но, как мы знаем, это всегда на усмотрении людей остается. Так или иначе, никто ничего не может абсолютно запретить. И вот, как это будет соблюдаться в тех компаниях, где вы работаете, особенно в частных компаниях. И будет соблюдаться. Да, какие решения вы приняли для себя, особенно если у вас есть бизнес, как вы будете выживать этот момент, потому что, конечно, введут какие-то вот эти меры, налоги у нас, что там, уменьшаются, откладываются. Ипотечные каникулы для тех, у кого сократился доход. Да, там много всего, но вопрос именно, какие решения принимают сейчас работодатели, что будет происходить на следующей неделе у нас в городе. Остановится ли все или не остановится? Ну, я должна заметить, что два производства, одно, по крайней мере, уже официально объявило о частичной приостановке производства, это Пирели, несколько дней назад они это сделали. У них продолжает работать ряд, не направление, не знаю, то есть там будет работать логистический центр и еще какое-то отделение остановится непосредственно производство, то есть они будут реализовывать те шины, которые уже сделали, отправлять их. И такая же информация аналогична была по Вести. Насчет остальных пока крупных предприятий ничего не известно, но, по крайней мере, это не было нигде озвучено официально. В нашей группе во Вконтакте есть опрос. Он практически полностью повторяет тот опрос, который мы проводили две недели назад. Мы спрашивали кировчан, вмешался ли коронавирус в ваши планы. Тогда проголосовали почти полтысячи человек и 52% ответили, что нет, я в домике. Но вот прошло две недели, многое изменилось за эти две недели. Ушли на каникулы, каникулы карантины, школы, вузы. Да все позакрывается тихонечко. И в кино уже не сходишься спокойно. Да, кинотеатры, бары, кальянные. И вот мы спрашиваем вас, а теперь коронавирус влияет на вашу жизнь? И три варианта ответа. Да, замер в ожидании и нет, я по-прежнему в домике. Ну вот на данный момент пока проголосовало немного человек, всего 53. Но большинство отвечают да. 45% выбрали этот вариант ответа. Ну то есть вот жизнь людей потихоньку меняется. Ну вот сейчас из своего родительского чата я узнала, что с 30 марта по 5 апреля садик работать не будет. Ну логично, это стоило ожидать. Ну то есть это садики, это был, по-моему, последний оплот. Вот они сдаются в последнюю очередь. А значит родителям нужно будет выходить с работы так или иначе или придумывать бабушек, дедушек куда-то отправлять всех своих детей? Потому что куда же с маленькими? Большие еще сами как-то. Да, ну по крайней мере вот в нашем садике пишут, что будет создана некая дежурная группа. То есть, видимо, кто-то из сотрудников все равно будет работать вот в этом режиме. Дежурная группа для тех, у кого совсем уже нет возможности ни с кем оставить ребенка и уйти с работы возможности тоже нет. Я думаю, в эту категорию на самом деле попадает много людей. То есть это же и работники общественного транспорта, которые... Медработники в первую очередь. Медработники, да. То есть полиция будет работать, власти всех рангов тоже, как сказал президент, будут работать. Посмотрим, как обычно это время не очень. Но, тем не менее, вот какие-то дежурные группы, судя по всему, в детских садах будут. А у нас есть слушатель. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Геннадий Михайлович. Здравствуйте, Геннадий Михайлович. Расскажите, пожалуйста, как карантин и коронавирус повлияли на вашу жизнь? Что вы будете делать на следующей неделе? Карантин абсолютно не повлиял. Все идет размеренным путем. Соблюдаю все, что медики рекомендовали. А в следующей неделе все так же по-прежнему. А вы работаете? Нет, я не работаю. Я пенсионер. Понимаете? Соблюдаю все, что рекомендации есть. В печати, по радио, в общем, в СМИ, в целом комплексе. Так что надо оптимистично на это смотреть. То есть вы сократили, как рекомендовали, походы в магазин, в какие-то места? Да, да, да. И как часто вы теперь ходите в магазин? Ну, допустим, раз в три дня. Ну, нормально, да. Это не каждый день. Да, да, достаточно все там. Тем более магазин рядом, шаговая доступность. У меня 30-50 метров пройти и все. А среди ваших знакомых, вот тех, кто тоже, я не знаю, там не работает или наоборот работает, люди соблюдают точно так же меру, то есть стараются меньше в магазин ходить? Ну, в принципе, люди старшего поколения, конечно, более щепетильные, они очень внимательно к этому вопросу относятся. А кто, где молодежь? Говорят, а нам все равно. Видите, как. Ну, какая-то неправильная молодежь. Да, да, да. Не нужно с ней разговаривать, Геннадий Михайлович. Да, но большинство по городу вот смотришь, когда в магазин идешь, люди так внимательно маски ходят, одевают все это, понимаете, как-то. Ну, близко к сердцу приняли. Особенно та информация, которая идет в других странах, понимаете, они все это анализируют, делают для себя, выводы для семьи, для внуков, если есть внуков, там, с ними играется дома, туда их различные, там, понимаете, меньше на улице не ходят, все это. Все понятно. Так что надо на жизнь смотреть реально и оптимистично. Ну, надеемся, да, что... Заниматься физзарядкой, холодной душ, и все будет нормально. Надеемся, что все будут с таким же подходом, как вы, относиться к карантинным мерам. До свидания. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Ну, вот видишь, человек старается соблюдать все рекомендации, предписанные властями, Роспотребнадзором, медиками. У меня вчера у дедушки был день рождения, и мы как раз снили семьей этот повод, чтобы еще раз ему рассказать, что не стоит выходить на улицу. И когда мы ему говорим уже в четвертый раз, что дедушка, пожалуйста, не выходи на улицу слишком часто, вообще не выходи на улицу, ты лучше позвоним, тебе принесем все, что тебе нужно. И дедушка говорит, а я и так редко выхожу на улицу, всего один раз в день. И мы так, окей, дедушка, ладно, давай будем еще уменьшать выходы на улицу. Но опять же, скучно же просто дома сидеть, это же как, тут четыре стены, телевизор тоже надоедает. А у нас снова есть слушатель, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Зову Денис. Денис, как же у вас будет проходить следующая неделя? Ну, тоже с 30-го числа по 5-е у нас карантин объявлен. Ну, работаю в экстренном порядке, возможно, может быть, и буду работать. Но хотелось бы отметить, что вчера после выступления Кутина в городе Кирове, уже в кафе, барах, ресторанах, в выяснительных заведениях простатически вечером прошли уже совещания, собрания. Значит, очень многих сотрудников просят уволиться по собственному желанию. Прямо уволиться? Ну, да, написать заявление по собственному желанию, то есть без сохранения зарплаты на 3 месяца. Хотелось бы Кировщан предостеречь. Не делайте так. Если вы не нужны, то только по сокращению штата. Это ваш небольшой такой парашютик. Денис, а вы в какой сфере работаете? В детских садах. Ага. Я думала, что, возможно, вы как-то со сферой общепита связаны. Сферой общепита сегодня сотрудники и очень многие других баров, кафе, ресторанов мне уже звонили, рассказали данную ситуацию. То есть их уже буквально очень просят, чуть не слезно умоляют, уволят их по собственному желанию. Интересная ситуация. Спасибо большое, Денис, за информацию. Я бы хотела сказать, чтобы обязательно этого не делали. Только по сокращению штата. Уважайте себя, боритесь за свои права. Это действительно важно. Дельное замечание. То есть вот такие ситуации, да, видишь, оказывается, разворачиваются. Но с другой стороны, если сейчас весь этот штат уволить, получается, потом это нужно будет новый набирать? Это же закончится рано или поздно? Ну, да, закончится, но новый набрать-то, в общем-то, несложно. Потом выстроить работу, правда, сложно. Но я думаю, что те же самые люди просто массово останутся без рабочих мест, и поэтому будут искать очень сильно, усиленно, когда карантин закончится. А нам нужно сейчас сделать небольшую паузу, а потом мы это еще обсудим. Продолжаем дневной разворот. Говорим о том, как коронавирус влияет на нашу жизнь, особенно после вчерашнего обращения президента страны Владимира Путина. Следующая неделя объявлена нерабочей. У нас слушатель. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Верина. Вот, я пока еще не болею коронавирусом, и поэтому мне приходится выходить на работу. И вас не смутило то, что вчера президент сказал, что нужно всем уходить на каникулы на всю следующую неделю? Ну, меня не смутило. Я была даже рада, но так как я работаю в частной компании, и если я не буду работать, то не будет денег. Витин же сказал, что будет зарплата оплачена, но если ты работаешь в частной компании, то где частные компании возьмут деньги? Они же не будут за деньгами работать. А ваш работодатель, он ничего не говорит по поводу того, что уходим ребята на карантин или не уходим? С каким-то сохранением заработной платы, возможно, в виде отпускных или еще чего-то? Ну, навряд ли. Пока что он ничего не говорит, но я думаю, что в моем случае возможно получится сделать часть, удаленные части в офисе. Но вы не беспокоитесь за свое здоровье? То есть если вы каждый день будете ходить на работу, у нас растет количество каких-то подтвержденных случаев, случаев, которые ожидают подтверждения. Ну вот я больше довезаю здоровье окружающих, а не за свое. Потому что я вроде как молодая, и у меня нормальный иммунитет. А то, что я могу заразить какого-нибудь дедушку или чего-нибудь ребенка. То есть мне очень приятно убить человека своим присутствием. Действительно так. Ирина, надеемся, что вы никого своим присутствием все же не убьете. Я тоже и на это надеюсь. Спасибо большое за ваш рассказ. Я не знаю, на самом деле... Не будет денег, не будет никаких оплаченных отпусков. После вчерашнего обращения Путина, на самом деле городские паблики практически все осветили весь этот список обещаний, поручений и якобы мер поддержки. И вот как раз те люди, кто работают издельно, говорили о том, что это лишено какого-то не было смысла, потому что так как они работают издельно, ни о каком сохранении заработной платы, конечно же, речи не идет. То есть сюда попадает по большей части сфера торговли. То есть те люди, которые получают деньги, то есть какую-то там копейку за выход, а все остальное складывается из процента. Ну, соответственно, непонятно пока, мне, по крайней мере, непонятно, как это все будет работать. Есть там некие поблажки для малого и среднего бизнеса в виде сокращения соц вот этих взносов, то, что вроде должно остаться и после окончания эпидемии, но не думаю, что это будет прям какой-то глобальный эффект иметь ввиду того, что если ты, например, грубо говоря, закрыл магазин, то все это как мертвому при парке, не знаю. По поводу того, что влияет ли коронавирус на вашу жизнь, есть вот люди, которые по-прежнему считают, что они находятся в домике, но, мне кажется, люди не совсем правильно оценивают степень влияния на жизнь. То есть, вот, например, в Кирове с сегодняшнего дня будет выходить меньше автобусов на маршруты, связанное это с падением спроса, а при этом ЦДС приняла решение сократить число маршин на маршрутах, где пассажиров стало меньше всего, и, ожидаемо, это маршруты самые популярные, потому что число больше всего сократилось, логично, там, где пассажиров было больше всего, то есть будет меньше ходить троллейбусов первого маршрута, третьего маршрута, то есть тут автобусы 46, 87, это те, кто идут с новоавиатского направления, простите, 14-16, ну, то есть достаточно популярные машины, ну, то есть людей стало меньше на улицах, это подтверждает наше ощущение какое-то эмпирическое. И плюс, тут вот я недавно общалась, да, с человеком буквально с утра, который говорит, что нет, это никак не повлияло на мою жизнь, но при этом он ездит на общественном транспорте. Ну, знаешь, повлияло то, что стало свободнее находиться в общественном транспорте, оно не повлияло то, что теперь я не могу поехать к родственникам, я застрял в Берлине, я застрял там в Ереване. Ну, вот сегодня тот автобус, который уходит с моей конечной остановки, он не пришел, потому что конкретно вот этот автобус был сокращен. Повлияло? Повлияло. Ну, да, это все равно еще меньшее из возможных влияния. У нас на связи есть слушатель, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Итак, Оксана, расскажите, пожалуйста, что вы будете делать на следующей неделе, как, в общем, будет проходить ваша рабочая жизнь, сможете ли вы ходить в офис, либо вам уже сказали, что вам не нужно ходить никуда, либо не офис? На самом деле ситуация сложилась неоднозначная. Руководители сделали вид, что они не заметили обращения президента, и когда мы еще вчера успели задать вопрос, будем ли мы выходить на работу на следующей неделе, нам сказали, что никаких причин не ходить на работу нет, и причин оставаться работать из дома дистанционно тоже нет. Поэтому в следующей неделе будет рабочая, и я так думаю, что очень плодотворная. А в какой сфере работаете? Я работаю в рекламе. Ну, то есть, казалось бы, тут-то как раз и можно обеспечить дистанционную работу. Но, к сожалению, не все так думают. И, то есть, действительно работодатели ничего не прокомментировали, никак не изменили своих планов в связи со вчерашним обращением президента? Да, мы, конечно, будем ждать до конца завтрашнего дня каких-то подвижек в этом вопросе, но, кажется, первоначальная реакция дала понять, что придется ходить на работу. И как Вы лично оцениваете теперь свое место работы? То есть, Вас ничего не смущает то, что Вас заставляют ходить по улицам и ездить на общественном транспорте, когда, в общем-то, время такое, что можно, не знаю, стать переносчиком какой-то непонятной болезни? На самом деле, я даже думаю, если позитивного решения никакого не будет по этому вопросу, то я, скорее всего, возьму отпуск за свой счет по причине того, что мое здоровье мне дороже на самом деле. И ладно, мое собственное здоровье. Я очень переживаю за людей, которые могут вокруг меня находиться, с которыми я могу контактировать. Спасибо большое за Ваш комментарий. Поняли Вас, да. Ну, вот отпуск за свой счет, мне кажется, это именно то, на что в данной ситуации рассчитывает большинство работодателей. Да, конечно, что это за свой счет. Что люди будут просто вынуждены уйти за свой счет. Я, кстати, нашла тут, ну, вернее, не нашла. Попалось мне правительство России требует с 27 марта прекратить все авиасообщение с другими странами. То есть в Россию людей будут только ввозить. И, насколько я понимаю, сейчас, наверное, речь уже идет только о спецбортах МЧС. И, не знаю, кто там еще какие-то чартерные рейсы выполняет. Вчера, кстати, читала ужасные истории про тех, кто застрял на островах. Ну, то есть в островных странах, где нет возможности людям добраться с одного острова на другой. Там, где есть аэропорт. И все это организовывают частные перевозчики. Ну, еще неделю назад была цифра 100 тысяч человек. Это количество туристов российских, которые застряли в разных местах. Я думаю, что за эту неделю, конечно, количество поуменьшилось. Но говорят, что вот билеты на эти самолеты, которые вылетают раз в несколько дней из откуда-нибудь, они безумно дорогие. И люди платят по 100 тысяч рублей, просто чтобы долететь вот там два часа на самолете. Да, при этом на сайте Минтранспорта нашего есть информация о том, что там эти маленькие самолеты, которые перевозят людей с острова на остров, задрафтованы именно ими. Но на самом деле это какие-то частные перевозчики, которые как раз берут вот эти сумасшедшие деньги. Ну, плюс возникают все вот эти непонятные ситуации, как в Индии, где просто коронавирус подхлестнул какой-то, я не знаю, там расцвет ксенофобии просто. И всех белых людей избивают палками, выгоняют из отелей. А белые люди, потому что они переносчики? Ну, в Индии считается, что из Европы попал к ним коронавирус. И они косо смотрят на всех, кто имеет европейскую внешность. В Индии сейчас Аня Лапшина, может быть, меня поправит, если я не права, в Гоа находится Альберт Хлюпин. Или нет, или не там ли. Ну, в общем, бывший директор Уятского палеонтологического музея. И это действительно происходит. Пытаются выселять из отелей людей, наших туристов, и тех, кто там живет, тех, кто там зимует. Ну, вот так вот люди саморегулируют, в общем-то, распространение вируса. А у нас так не получится. У тебя тут все люди европейской внешности. Ты не знаешь, кто и прилетел сейчас только что из Чили, кто из Италии, кто из Англии. У нас на связи Мария Коткова, управляющая кулинарией «Русская тройка». Мария, здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут звонил слушатель и рассказывал, что в сфере общепита сейчас, поскольку закрываются места, некоторые работодатели уговаривают людей взять либо отпуск за свой счет, либо написать заявление на увольнение. Вы, как человек, который работает в общепите давно, скажите, пожалуйста, это вообще легально? Так можно? Либо просто нет выхода больше никакого у каких-то компаний, и они вынуждены прибегать к таким мерам? Ну, мы с таким не сталкивались, и я все-таки не могу дать вам профессиональный ответ на это. Могу сказать только о том, как мы поступаем и с чем мы столкнулись. Мы, как продовольственный магазин, мы подходим под тех, кого не закрывают, кого не отправляют на карантин, как банки, как аптеки, потому что у нас продовольствие, то есть продукты первой необходимости, такие как молоко, хлеб, полупабрикаты, мы не подпадаем под тех, кого закрывают. Поэтому и никого не уговариваем ни увольняться, ни уйти в отпуск. Конечно, если есть люди пожилые, они у нас на особом счету, скажем так. Также у нас люди не обедают сейчас, но только мы работаем как магазин, именно как на продажу продукции. И, естественно, проходят все дезинфицирующие, как это сказать, гигиенические необходимые нормы, мы соблюдаем процедуры. А сами работники, может, кто-то сам изъявляет желание взять отпуск, потому что боится ходить на работу, ездить в общественном транспорте? Ну, мы с такими не столкнулись. То есть у нас не было таких, у нас таких не было. А вот если сейчас у вас не обедают люди, а вы работаете только как магазин, то есть вам нужно меньше сотрудников, чем было до этого? То есть те сотрудники, которые обслуживали обедающих людей, они, получается, сейчас не очень нужны? А если, естественно, извините, что перебиваю, если, естественно, то нет. Потому что у нас же не кафе, у нас нет официантов, нет людей, которые работают, грубо говоря, в торговом зале, как обслуживающий персонал. Поэтому у нас как были продавцы, так и не остались. Как к нам ходят покупатели, что-то берут с собой, так и исходит. Поэтому сильных перемен или, например, сильные изменения в выводе людей на работу не случилось. Замечательно. Спасибо большое, Мария. Это была Мария Коткова, управляющая кулинарией «Русская тройка». А у нас полутора-минутная рекламная пауза. Продолжаем дневной разворот. Говорим, общаемся сегодня, слушатели, с вами. 211-101. Расскажите, как изменилась ваша жизнь, как изменится со следующей недели. Вся страна, по идее, должна уйти на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Но вот как мы тут уже выяснили, практически никто ни на какие каникулы и не собирается. Потому что сфера общепита худо-бедно пока работает. Не общепита, а продовольствие. Это продовольствие. Я думаю, что общепит им приказан, в общем-то, кальянным всем уже строго-настрого. Кальянный общепит. Ну, то есть какие-то такие увеселительные места, заведения, где люди собираются вместе пообщаться, вот их всё меньше, меньше, меньше. И, в общем-то, нет, влияние определённое есть. Вопрос именно к офисным компаниям сейчас, потому что от них, там от работодателя только зависит, будет работать компания или не будет она работать. Будут приходить сотрудники в этот офис, там непроветриваемые, сидеть всем вместе в тесном кругу. Или не будут. Вот так вот. Вот мы сейчас тоже с тобой сидим в непроветриваемой студии вчетвером. Но у нас, на самом деле, если посмотреть, социальная дистанция тут выстроена. Вот между нами с тобой полтора метра, там между ребятами ещё по метру. Всё нормально. Всё как должно быть. Но президент, когда вчера обращался к стране, к людям, говорил не только о поддержке малого и среднего бизнеса, но и о поддержке граждан простых. Тех, у кого нет депозитных счетов от миллиона и кого обложат дополнительным налогом в 13%, в течение шести месяцев автоматически будут продлевать все пособия и льготы для граждан. Я так понимаю, это, наверное, сделано для того, чтобы никуда не выходить? Ну да, чтобы семьи, которые нуждаются в какой-то социальной поддержке, они не должны были приносить бумажки, подтверждающие свою необходимость, а им просто автоматически продлили вот это всё. Что логично. Он так вчера это и объяснял. Ага. На месяц раньше начнут выплаты для семей с детьми от трёх до семи лет. Не с июля, а с июня. Да. И ветеранам тоже будут выплачены ещё до майских вот их эти, не знаю, премии к 9 мая. А, да-да. Досрочно в апреле. И ввести каникулы, вот уже то, о чём мы говорили, по потребительским и ипотечным кредитам, без штрафных санкций для людей, чей доход сократился более чем на 30%. 211-101, звоните. Возможно, кто-то уже вчера после обращения президента решил воспользоваться вот этими преференциями, мерами поддержки, уйти на ипотечные каникулы. Правда, тут мне тоже не совсем понятен механизм. Нужно будет дополнительно брать какую-то справку о доходах у работодателя. Но тут как справка же даётся за конкретное число месяцев, если я правильно понимаю. А если у тебя доход упал вот сейчас, то есть, условно говоря, ты работал в каком-нибудь магазине, который... Не знаю, может, выписка с банковского счёта. Это непонятно. На самом деле, каждый раз, когда Путин обращается к народу и что-то обещает, а тут потом все гадают, как это будет реализовано, на какой бюджет лягут вот все эти расходы, кто за этим будет следить. Ну вот смотри, да, условно, вот то, о чём говорил слушатель Денис, да, который звонил и рассказывал про сферу общепита. То есть, условно говоря, вот со следующей недели людей просят там уволиться, я не знаю, взять отпуск по собственному желанию, соответственно, доход падает. И падает, наверное, больше, чем на 30%. Но если ты будешь брать вот эту справку по стандартной форме, то у тебя доход-то ведь будет за предыдущие месяцы. То есть ты же не можешь взять справку, в которой работодатель что там от руки на справке должен написать, что я... А в этом месяце ничего не получает. Там-то пузлееву Дарью Дмитриевну отправляю с этого месяца в неоплачиваемый отпуск, она ничего не получит, её доход уменьшается на такое-то количество процентов на 100. Пожалуйста, введите для неё ипотечные каникулы. Ну это, в общем, непонятно. Но если кто-нибудь из вас уже пролоббировал этот вопрос, я не знаю, позвонил в банк, узнал, как это будет работать. Возможно, кто-то со вчерашнего дня очень быстро среагировал. Пожалуйста, 211-101, расскажите нам, как вы будете в следующую неделю жить-выживать и на что вы будете жить в следующей неделе после следующей карантинной. Потому что, конечно, непонятно, как всё будет реализовано, как можно вывести всех абсолютно, ну кроме медиков, полиции, власти и продовольствия на каникулы. Российские вузы, вот смотрю, я тоже отправились на каникулы до 5 апреля. А в школах, насколько я помню, вчера писали, ну это уже кировские наши чиновники писали, не помню, то ли правительство, то ли администрация по поводу школ, что перейдут они на дистанционное обучение с какого-то числа и до какой-то даты преподаватели должны будут пройти некие, ну назовём это мини-курсами подготовки, видимо, чтобы привести в порядок там весь методический материал, тот, который теперь нужно будет давать онлайн. Вот, то есть как-то так они будут работать уже с раздаточными там материалами, с детьми. В прошлый раз, да, мы общались с психологами, с теми, кто как раз занимается и в сфере дополнительного образования детей. Да, досуговых форм, скажем так, как-то. Да, ну и вот выяснили, что на самом деле не очень легко остановить подростка дома, оставить ребёнка. Ну, в смысле, не остановить, а, ну, вот я думаю, что все видели уже взбешённых мэров итальянских городов. К сожалению, не получится сейчас процитировать то, что эти люди говорят, потому что там... Это просто незаконно на цироскомнатную слушать. Но на самом деле вот людей уже всё довели, то есть они дошли до точки, они выходят на улицы, они чуть ли не за шеи гоняют этих подростков итальянских, пытаются им объяснить, что люди умирают, когда умирают, это навсегда. То есть вот человек был, и вот он умер, он не сходил, не вышел куда-то за хлебушком, он умер, всё. Ну да, и парикмахер ему не нужен, если он уже умер, потому что хоронить его будут в закрытом гробу. Да, действительно, речи итальянских мэров это то, что стоит посмотреть, чтобы понять, ну, как вообще на самом деле, мне кажется, должна быть власть близка к людям, потому что они говорят очень простым языком, максимально простым, таким, что даже это неприлично цитировать, и объясняют в каких-то бытовых примерах, почему нужно сидеть дома, почему это сложное время, и его исход зависит от всех людей сразу, а не просто там от кого-то, кто заражён, и пусть он сидит, а я буду гулять, потому что я жив. Ну и действительно, да, то есть вот они прям выходят на улицу лично и проверяют всех тех людей, кто по каким-то причинам оказался на улице. Я не помню, говорили мы уже или нет в начале программы, что ещё три человека у нас на сегодняшнее утро зафиксированы с подозрением на коронавирус, и появился третий путь передачи, не третий путь, а как это правильно сказать, географически-то, что из Чили. Ну да. То есть у нас были ребята, которые приехали из Германии, и с ними было изолировано очень большое количество людей, которые ехали с ними в поезде Москва-Новую Ренгой, и многие из этих случаев, они оттуда. Потом у нас появились, появился молодой человек, который вернулся из Швейцарии, но, по-моему, по нему ещё никто не подтвердился из тех, кто в контакте с ним был, он ехал в СВ, насколько мне известно, то есть, видимо, по минимуму раскидал коронавируса. И вот сейчас супружеская пара, которая приехала из заграничной поездки в Чили. Да, ну тут, конечно, нужно знать, говорят то, что есть два, ну то есть вирус, он же мутирует, и на разных континентах он мутирует по-разному, то есть находясь в каком-то определённом социуме. То есть штамм, который сейчас итальянский, он, как мы видим, он более летальный, чем тот, который в Китае. А к нам идёт именно европейская... А, то есть это, подожди, это прям разные какие-то штаммы? Нет, 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 он как бы один, но поскольку он постоянно находится в мутации вируса, он постоянно развивается. То есть когда он заходит в мир человеческий, из мира животного, он пытается приспособиться. Он приспосабливается по-разному, то есть он приспособляется вот по земному шару в нескольких местах сейчас, и немного видоизменяется какими-то там своими поведенческими особенностями. Я думала, проблема только в том, что где-то люди более ответственно относятся к карантинным мероприятиям. Ну как ответственно? Где-то просто тоталитарное государство, и там легко вводить карантинные мероприятия. Не будем забывать, потому что Китай довольно жестоко их водил, и баррикадировать дороги из городов песком, горами песка. То есть когда они сказали, мы закрываем Ухань, они ее закрыли, да, в прямом смысле, что невозможно представить в Италии, в Евросоюзе в принципе, чтобы людей, ну там, не знаю, баррикадировали, им заколачивали двери и не пускали их на улицу. Вот, поэтому, конечно, это срабатывает. Но еще сам вирус, он, да, он имеет развитие. Но тут я ничего компетентного тебе не могу сказать, потому что это просто выборка из того, что я начиталась сама. Но мы не знаем, откуда в Чили попал, то есть из Китая либо из Европы, как оказался в Южной Америке этот коронавирус. Ну, на самом деле, наверное, уже не столь важно, но на самом деле меня несколько пугает настроение, которое сейчас есть в соцсетях под этими постами, которые появляются там об очередных случаях, выявленных в Кирове. Ну, то есть уже тут не столько интересно, что творится там где-то в Индии или даже в России. Вот просто если взять кировчан, на самом деле страшно читать людей, которые на полном серьезе призывают к каким-то расправам. К расправам? К расправам над людьми, которые оказались заражены коронавирусом. Ну, это какая-то глупая мера, потому что это непосредственный контакт, если так уж говорить. Понимаете, то есть смысл расправляться. То есть только если камнями кидать, простите, пожалуйста, чтобы на расстоянии, выдерживая социальную дистанцию. Но в этом нет никакой вины на самом деле. Вот в том, что человек заразился вирусом еще до того, как были введены какие-то меры, были предупреждены люди, нет никакой его вины. Он просто оказался ни в то время, ни в том месте. Ну вот, к сожалению, так. И вторая категория людей, ну, нет, их, конечно, больше, но вот те две, которые меня удивляют больше всего, это вот одни те, кто призывают к расправам, и вторые, которые до сих пор почему-то уверены, что это банальное ОРВИ, и все это сделано для того, чтобы не допустить людей, ну, в общем, что это связано с российской конституцией. А, ну, а как же те люди, которые считают, что это Америка создала этот вирус и подбросила его в Китай, и это все направлено против нашей государственности? Я тоже люблю какую-нибудь хорошую, крепкую теорию заговора. Все мы любим. Но это какой-то борщ, ну, правда. Но когда спрашиваешь таких людей, почему тогда Китай, ну, почему тогда Ухань, они говорят, что Китай — это лучший друг России, и поэтому... А остров Пасхи там тоже вот сейчас есть зараженный. Ну, в общем, сложно представить. Может быть, Америка решила выкосить всех и себя тоже заодно. Но, как бы, это очень странный план, который пошел не по плану. План, который пошел не по плану. Так, ну, у нас остается полторы минутки. Нужно нам резюмировать. Во-первых, количество случаев, выявленных коронавирусом у кировчан, растет. Тут несколько дней сообщения об этом не появлялись, о новых случаях, но вот сейчас появляются и появился новый путь из Чили откуда-то. Вторая важная вещь — это не сильная, но, тем не менее, сокращение автобусных и троллейбусных маршрутов. Сокращают сразу несколько достаточно популярных маршрутов. Их все можно посмотреть либо на нашем сайте хакирова.ру, либо на сайте городской администрации. Тут уж вам как удобнее. Ну, если нужно, можно ходить пешком, а не ездить в общественном транспорте. Мы помним, что там всегда люди близко друг к другу, а социальная дистанция должна быть один метр между людьми. Вот, еще одна важная вещь — это небо закрывают. А с 27 марта, вероятнее всего, вылететь из России, если вы куда-то вдруг планировали. А я знаю людей, кто до сих пор планирует. Так вот, можете не планировать. Главное, чтобы потом открыли нам небо, а все остальное — и ладно. Мария Кожевникова уже торопится у нас с новостями, поэтому мы с Соней Деминой на сегодня с вами прощаемся. Напомню, с 12 часов Михаил Лицарев и его гость врач Роман Лагоша расскажут нам об истории мировых эпидемий и пандемии. До свидания. До свидания.